Здравствуйте, друзья! Перед вами Наталья. Наталья у нас снималась, наверное, года три назад, да? Но исторически вы учились на тестера и даже побыли сколько-то тестером, а потом ушли в девелопмент. Вот такой вопрос первый. Переход из тестера в девелоперы. Многие спрашивают, вот есть какой-то рост из тестера именно вот туда, в сторону девелопмента? Вот насколько это сложно вообще? В принципе, не очень сложно. Наверное, сложно перейти без опыта в девелопменте совсем. Но, наверное, один из самых лучших способов, который, я считаю, можно сделать, как тестер. Быть хорошим автоматизатором и перейти в компанию, где вы почувствуете, что есть возможность перехода в девелопмент. Но это можно и спросить сразу. Можно и спросить, но спросить аккуратно, потому что могут не взять как тестер, потому что не очень надежный сотрудник. Такое может быть. То есть, скорее всего, вы должны почувствовать сами, что команда тестеров очень тесно работает с какой-то командой девелоперов. Вы должны почувствовать, что автоматизация, можно автоматизировать довольно часто, что маленький процент мануального тестирования, что у вас будет возможность показывать себя как девелопер. И что делала я? Можно просить просто девелоперские таски. Я когда перешла в новую компанию как Software Developer in Test, то есть я была автоматизатором, но практически с первого дня я очень хорошо подружилась с командой девелоперов. Они мне сразу же попрактически сказали, ой, нам нужно написать веб-сервис, который, допустим, будет выводить там какую-то статистику из каких-то там баз данных. А заодно и протестируешь. То есть это было всегда в команде есть острая необходимость каких-то определенных задач, которые внепланово нужно сделать. Нужно проявить инициативу, взять одну из таких задач и, может быть, сделать ее овертайм после работы, потому что у вас, соответственно, свои задачи потестировать. То есть вам могут не разрешить это сделать во время вашей работы. То есть, грубо говоря так, если человек рвется в бой, то там найдется с кем повоевать, то есть там задачки найдутся. Задачки найдутся. То есть нужно взять несколько задач, добросовестно их выполнить. Скорее всего, в моем случае очень позитивно команда посмотрела на то, чтобы перевестись в девелопмент. Я это поддерживала. Когда мы обсуждали цели дальнейшего роста, как QA, я говорила, что я не хочу двигаться в сторону менеджмента, я хочу двигаться в сторону девелопмента. То есть я была инициатором этого. И вот один из менеджеров организовал мне транзишн план. А, то есть прямо распланировали? Распланировал. И сначала у меня было 30 процентов девелопмента, 70 процентов тестирования. Потом наоборот 70 процентов девелопмента, 30 процентов тестирования. Это где-то длилось полгода. И я потом перешла уже полностью. Ну, то есть они на самом деле вас грамотно провели по этой дорожке? Да. То есть обычно компания заинтересована в том, чтобы сотрудники росли, развивались и команде это выгодно. Хорошо, такой вопрос. Вы ведь не были там бухгалтером или, я не знаю, там, преподавателем игры на фортепиано. Давайте, я сейчас пытаюсь вспомнить, но я думаю, что вы в Донецке мехмат какой-нибудь закончили. Да, у меня было математическое образование. Я закончила аспирантуру и переехала сюда. То есть вы не защищались? А, я не успела защититься. Аспирантура по математике? Да, я закончила аспирантуру, но я не успела защититься. Хорошо. Ну, то есть вы не были кодировщиком, то есть у вас не было опыта программирования? Нет, у меня был ноль. Но, с другой стороны, у вас как бы так структурное такое мышление и как бы потенциал хороший. Вы так легко подняли там джао какой-нибудь, да? Я начала с питона. Питон очень простой язык для новичков, проще. Я посоветовала бы начинать с питона. Питон проще. Впоследствии у меня появилось и Java, Erlang, Elixir, JavaScript, все что угодно. Я подобрала, то есть в зависимости от компании, куда вы пойдете работать. Нужно выбирать компанию, у которой есть хорошее количество технологий, правильные технологии. Разнообразные языки, современные, не нот. Ну, на самом деле, когда начинается такое состояние духа, когда ты уже можешь выбирать, то есть у тебя столько опыта, что тебя все хотят, тогда ты уже выбираешь, исходя из каких-то критериев. Соответственно, вот, например, куда расти и так далее. Вот такой вопрос. Вы сейчас вот уже начинаете в фейсбуке, да, работаю? И уже как девелопер. Значит, мы с Наташей перед тем, как пойти в кадр, говорили о том, что как люди готовятся к интервью. И как бы в современном мире это, ну, проще, чем вот там раньше, не надо гадать. Уже как бы довольно много известно из того, что произойдет на интервью. Как люди узнают? Вот программист, живет там, я не знаю, в Донецке, вот ваш земляк, хочет пройти интервью в Фейсбук или там, я не знаю, в Гугл. Вот как ему готовиться? Я прошла интервью в много компаний, многие компании Силиконовой долины. Наверное, около 20 компаний я прошла точно. За один заход или? Где-то в течение полугода 20 компаний у меня было. Серьезных компаний и маленьких стартапов. Наверное, практически все топ-компании. И я вывела закономерность, которая действительно работает, как хорошо можно подготовиться к техническим первым телефонным интервью и интервью последующим на он-сайт. Я использовала онлайн ресурс, который называется Leadcode. И на этом веб-ресурсе вы можете его использовать бесплатно. Но также, если вы исчерпаете свою возможность использовать бесплатные ресурсы, вы можете заплатить небольшую... То есть там ограничено? Ограничено. В принципе, очень много задач доступно. Практически все доступно, может быть, кроме процентов 10. То есть, если вам понадобится этот топ 10-20 процентов, возможно, вам придется один или на два месяца активировать платный аккаунт. Но достаточно доступная штука. Я пока параллельно зашел на этот сайт, смотрю. Это 950 вопросов для того, чтобы вам практиковаться написано. Да. Сайт очень удобный тем, что вы можете написать там свои решения, отправить свои решения, и вы увидите, как оно работает. То есть, если вы увидите, что... Если ваше решение будет содержать какие-либо ошибки, вы увидите эти ошибки. То есть, вы его субмитите. Вы увидите, как быстро оно работает. Если вы попадаете 99-100 процентов лучше, чем существующее решение, значит, ваше решение идеальное. Слушайте, то есть, там серьезная логика сзади есть. Да, логика серьезная. Это не просто так себе задачки решать. Да. Чем удобен этот сайт, если, допустим, у вас завтра интервью с серьезной компанией, например, LinkedIn. И вам нужно серьезно подготовиться. У LinkedIn очень сложные задачи, очень высокий уровень отбора. И, допустим, за одну неделю вы не сможете происшать 900 задач. Это невозможно. Да. Тогда вы открываете сайт LeadCode, выбираете тег LinkedIn. Я говорю LinkedIn, но это может быть другой компания. Да, да. А дальше вы можете отсортировать задачи и составить список по часто спрашиваемым задачам. И вот первый топ 5, это, скорее всего, те задачи, которые вам может быть вероятностью 80% вы увидите на телефонном звонке. То есть, это на самом деле очень, как бы сказать, эффективная штука. Очень эффективная. Я угадала задачами, наверное, в компании, вот, топ 8 топ-компаний я могла угадать задачи. То есть, вы примерно знали, что будет? Да. То есть, у меня так получилось с компанией LinkedIn, Palantir, Coursera, не помню. Вот серьезные довольно компании я могла угадать. То есть, примерно 80% вероятности это, что будет топ 5 задач. То есть, вам достаточно решать всего лишь 5 задач. А вот смысл, например, ходить на 20 интервью. Вы хотели понять, что там за компания, брать, не брать. Вот, допустим, если вы пошли на 20 интервью, а вам там в 12 предлагают. Как же выбирать? Предлагали, давали офферы. Я начала, у меня был таргет пройти интервью Google, Facebook. Да. И я начала с более маленьких компаний. Я потренировалась там, потому что вы приходите на онсайт, вам нужно поговорить. А в девелопменте, кроме решения задач, вы проходите части такие, как систем дизайн. Вы рассказываете то, что вы делали на своих проектах. И именно в процессе интервью вы понимаете, как нужно рассказывать. В разных компаниях вы видите реакцию на то, что вы рассказали, и вы понимаете, что хорошо, что плохо. То есть, то, что вы делали, вы можете презентовать абсолютно по-разному. Конечно. Например, в моей компании я изначально, расскажите о себе, у меня поменялось, наверное, фактически на 100%. Вместо того, чтобы говорить, я, допустим, делала задачи на Java, Python, использовала какие-то технологии, я закончила тем, что я рассказывала, какой большой спектр я делала в компании именно действий, что я делала research, я участвовала в roadmap, я делала roadmap для моей команды. Более высокого класса задач. Да. Я делала систем дизайн, архитектуру полностью, я делала имплементацию и делала релиз, я спрашивала provisions для того, чтобы... То есть, я полностью описывала весь процесс. Очень часто девелопер сильно фокусируется на девелоперской части, и, может быть, он участвует в более глобальных задачах, но... Не ценит, может быть, да. Но, может быть, он не обращает на это внимание. Компании очень сильно на это обращает внимание. То есть, вы корректируете и фильтруете ваш рассказ о себе с помощью интервью на маленьких компаниях. Такой вопрос, давайте последний, чтобы вас не мучить. Такой вопрос. Лет пять назад, например, я помню, что когда возникал вопрос, вот сколько зарабатывает там хороший программист. Ну, и я говорил, знаете, что, чуваки, я знаю вот одного, который 200 тысяч зарабатывает. Парню 40 лет, он уже почти 20 лет у него опыта. Вот он зарабатывает аж 200 тысяч. Сейчас я вижу уже там, ну, не повсеместно, но штучно, я вижу людей, которые тестируют и получают за 200 тысяч. И с точки зрения программиста, да, и его заработка, я тоже понимаю, что от компании зависит, от уровня, от всего, чего угодно зависит. Но вот, скажем так, вот человек, который поставил себе задачу получить хорошую зарплату в хорошей компании. Вот он пошел на сайт один, на сайт другой, задачки решает, в общем, дело свое знает. Ну, в общем, молодец. Вот сколько он реалистично может сегодня получить? 300 тысяч может? Может. А 400? Может. Может 500 получить. Зарплату? В зависимости от уровня квалификации. То есть даже так? Да. Вау. Может и 600. Я знаю, я знаю, ну, то есть можно именно больше получить. Ну, хорошо, вот что такое должен человек там делать, чтобы получать 500 тысяч? Во-первых, все зависит от компании. Я бы сказала, что если у вас таргет получить очень хорошую зарплату, скорее всего, ваш таргет 10 или 5 процентов всех компаний. Ну, да. Ну, в той мере какое-то реалистично. Я готов себя ограничить 5 процентов? Почему нет? Потому что многие компании дают среднюю зарплату. То есть, допустим, с одними и теми же знаниями вы можете получить оффер на 150 тысяч. А если вы походите больше, вы можете нащипать компанию, которая даст вам 300 тысяч. Абсолютно тем же бэкграундом. Ну, надо сказать, что это всегда так было. То есть, всегда был большой разброс. Конечно, не 150 тысяч, но... Ну, хорошо. То есть, нельзя соглашаться на первый оффер и нужно продолжать поиск? Это когда у тебя есть работа. Значит, нужно идти на первую работу и продолжать поиск, пока вы развиваетесь. Ну, да. Просто хорошо быть переборчивым, когда есть база какая-то. Можно с чего-то начать и продолжить поиск. А насколько критично это все с точки зрения владения английскими? Я приехала без английского вообще. Ну, как? А как же вы у нас учились? Ну, очень быстро ориентировалась. Ну, хорошо. Вот вы участвуете там в интервьюировании других людей, в обсуждении кандидатов. Вот насколько уровень невладения английским сказывается на то, что его хотят или не хотят взять? Я думаю, что английский должен быть. Нужно, чтобы вы понимали то, что вам говорят, и вы должны изъяснить то, что от вас ждут. То есть, у меня, наверное, на сегодняшний день хороший технический английский. Я могу технически объяснить любые вещи, которые происходят в компании над разговорным английским. Я по сей день работаю. Это может варьироваться от позиции, на которую вы претендуете. Если вы не senior care и не senior, может быть, девелопер. Может быть, до какого-то момента senior вы можете не иметь красивого разговорного английского, иметь, допустим, только технически хороший английский. Но, тем не менее, изъясняться очень четко. То есть, акцент не важен? Важно, чтобы вас понимали. Акцент абсолютно не важен. Бывает так? То есть, много таких людей, что вот там где-нибудь на митинге, там как... Говорите, не поймёшь, что он там бормочет. Акцент какой-нибудь зубки? Нет. Такого человека... Нет. Бывает такой акцент, что вот непонятно, например. В принципе, уши привыкают. И, в принципе, есть какие-то рамки акцентов, которые слышат все. Если, конечно, вы разговариваете, не знаю, как-то совсем по-собому, может быть. Но, в принципе, компания нанимает людей, которые способны объясниться так, что их услышат. Просто у меня бывает в классе иногда... Вот я вроде бы за много лет привык к пониманию индийского акцента. Вообще разных. Но, в частности, у нас много же из Индии народов. Иногда бывает, человек говорит, я не слышу ни одного слова. Я не могу услышать. Просто я стараюсь, я пытаюсь. Вот есть люди, которые так говорят, что смертельный номер. В принципе, в компаниях, наверное, может такое случаться. Иногда может такое быть из Индии. Но, в принципе, если вы работаете в больших компаниях, вы общаетесь с людьми, которые из Индии, вы общаетесь с людьми, которые из Азии. Они иногда тоже довольно специфично могут разговаривать. Не все, но бывают. Из Японии тоже возможно. Но, в принципе, если вы работаете какое-то время, хотя бы год в компании, ваши уши немножко перестраиваются, и вы их очень хорошо понимаете. А вот с точки зрения процента, вот в разных компаниях, где вы были, работали, на интервью ходили и так далее, вот если посмотреть, просто вот, скажем, американцы, в отличие от иммигрантов. Не важно, может быть, там американец, который там китайского происхождения, но он американец, вот родился там и так далее. Какой процент американцев в индустрии? Я бы сказала, что я больше вижу именно американцев не как девелоперов. Наверное, я больше вижу их как проект-менеджеры. Много проект-менеджеров. Или, ну, то есть, в основном не технические вещи. Может быть, то есть, есть какой-то процент, может, зависит от компании. Может быть, там 10-20 процентов. Инженеров. Инженеров, но не очень много. Ну, хорошо. Что же, Наташенька, я вас поздравляю, так сказать, с попаданием в хорошую компанию. И я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся. И вот наши зрители, друзья, зрители, вот если вы хотите, чтобы Наташа еще к вам пришла, вы тогда ставьте лайк. Вот, и мы тогда будем смотреть. Можете задавать, наверное, вопросы. Да, можете вопросы в комментариях писать, конечно. Вы зайдете, да, гляньте. А вы вообще смотрите наш канал немножко? Ну, если честно, не хватает уже времени. Я уже, да, занимаюсь. Ну, заходите, раз такое дело. Ну, я, может быть, загляну под видео, посмотрю комментарии. Ладно. Все, спасибо большое. И мы с вами прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!